Полный привод, это конечно хорошо, но есть такие места, где он не поможет, их смот не поможет, поможет только лопата. В общем засадили так, то что уже ничего не помогает. Друзья, всем привет, находимся на авторынке Зеленый угол, за вот всю историю, то что мы работаем, такого еще не было. То есть рынок реально весь замело снегом, все ворота закрыты, продавцов нет, вот и один единственный продавец, который разгребает, отгребает свои автомобили. Снега навалило реально очень много, некоторые автомобили засыпало, ну просто по крышу. Вот, ребят, осмотры автомобилей на сегодня, они отменяются, кстати сегодня такое небольшое будет видео, все переносится на завтра, на послезавтра. Вот просто как смотреть автомобили в таком состоянии. Многим понравилось наше видео, да, хороших, честных автомобилей, которые есть на рынке. Вот допустим, вот этого спайка мы снимали, нам заказали, ну не заказали, попросили его посмотреть, проверить. Но тут реально, тут по капот заметено, да, то есть посмотреть по шину, к сожалению, не получится. Снег у нас вот только успокоился, видите, да, какие тут сугробы. Осмотр автомобиля, как бы, ну нормального осмотра автомобиля не получится, поэтому ждем пока рынок приведут в порядок. То есть, ну есть такие места, да, где вот там ветер дует, сдувает. Допустим, вот эти автомобили еще посмотреть можно, но хотя все равно, давайте пройдем. Я видел только одного продавца, разгребает автомобиль, все. А некоторые стоянки, они просто, просто закрыты. В это время обычно здесь торгуют там спиртным, какими-то там японскими всякими штучками. Вон стоянка закрыта на замок, вот стоянка закрыта на замок. Всегда очень много автомобилей, вот стоят какие-то штучные автомобили, очень мало. Зайдем просто на несколько стоянок, на несколько стоянок, посмотрим, что происходит. Prius, Filder, тоже, видите, все в снегу. Вон какие сугробы понавалило. Да, конечно, снега такого давненько у нас не было в Владивостоке. Ну, пойдемте посмотрим. Хорошо заваленные автомобили. Ну, вот тут жесть на вот этой стоянке, смотрите. Вот он, ноут стоит, его реально завалило просто по крыше. Вчера были на авторынке, вот эту стоянку ребята чистили, чистили. Вот видите, там все почищено, где было почищено, более-менее нормально. Тоже ни одного продавца на стоянке, нет, ни одного. Идем вдоль рынка. Здесь обычно ворота, вот эти они открыты. Открыты, сейчас попытаемся зайти. Я не вижу смысла, там, вон, посмотрите, что творится. Сугробы по пояс. Вот, ноут стоит, 15-й год, 5 камер, 8 сонаров за 450 тысяч. Вчера ребята обращались, был подбор автомобиля по рынку. Нашли спайка, гибрида, передний привод. Не знаю, уехали, не уехали. Попозже позвоню, поинтересуюсь, как у них дела в такую непогоду. Вот это вот, постоянно здесь, ну, автомобили стоят, торгуют. Я уже говорил, японскими штучками, дрочками. Видите, все пусто. А стоянка закрыта. Даже попасть на ней не получится. Где-то стоит интересный автомобиль, заваленный по крыше. Сюда заезжали, непонятно было, что это стоит. Сейчас вот, хочу к нему подойти, посмотреть, все-таки, что это такое. Что за автомобиль. Вот, ребят, где-то вот здесь он. Это какой-то кейкар стоит. По-моему, это Дейс. Реально, который залил Дейс. Вон Хастлер. 450 тысяч стоит, заваленный. Снегом по самую крышу. Да. Видите, что происходит. Вроде как бы снег успокоился, да, но вот. Что-то опять, что-то начинается непонятное. Тоже вот, третья стоянка. Лафеста. Приус, Альфа. Все завалено. Все на лопате. Не зайти. Машины не ставят, штраф 500 рублей. Вроде стоит, пару продавцов пытаются облегчить себе завтрашний день по уборке снега. А на улице жесть просто происходит. Метет. Холодно, ветер дует. А машины кто-то даже покупает. Сегодня на летней резине. Ну, здесь видно, ребята поработали. Проход освободили. Автомобили подзасыпали. Кстати, новое поступление автомобилей. Наверное, нужно сделать обзорчик цен. Вот этих не было еще, по-моему, вчера. Пойдем туда, в гущу сходим. А вот прошли дальше, да? Откопали аккорд. Вот видите, да, как тут навалило. Оба. Нашли продавца одного. Пришел на работу. Вот инсайт продается, 620 тысяч. Саксид продается, пробокс, 14 год. 560 тысяч рублей. Филдер стоит, 4 ВД. 4 ВД, вот самое то, в такую погоду. 670 тысяч рублей. Друзья, ну, сегодня такое небольшое видео, да? Небольшое включение со авторынка зеленый угол. Не знаю, там, 5-10 минут. Показали, что происходит у нас на авторынке. Как нас завалило снегом. Поэтому, ребят, те, кто попросил нас проверить автомобили, ждем. Ждем хорошей погоды. Обязательно посмотрим. Завтра посмотрим, послезавтра посмотрим. Ну, вы сами поймите, да, вот, как такие вот автомобили смотреть. Если бы она была, вот, не знаю, ну, хотя бы, как в этот... Вот этот ФИД, да, стоит. ФИД, кстати. Кстати, 18-й год ФИД стоит. Вот в таком состоянии, да, или как ВИЦ за 495 тысяч. То, да, такие автомобили смотреть можно. Но в таком состоянии, в таком состоянии, к сожалению, нет. И напишите в комментариях, как у вас обстановка в вашем городе. Чистят у вас дороги, не чистят. Если получится, мы снимем еще немного наших дорог, в каком они их состоянии. Что касается дорог, да, они почищены, но остается налить. Они скользкие. То есть, даешь газку, у тебя сразу включается антибукс. То есть, да, центральные дороги, их палили там реагентами, асфальт. Но что касается вот таких, не то, что внутриквартальных, да, дорог, а которые находятся подальше от центра города, они вот примерно, примерно в таком состоянии. Что касается дворов, ну, там техники не было. Хотя говорят, что сколько там, 160, что ли, единиц техники работает по городу. Вот, не знаю. Ну, может, палишку видали. Больше видно не было. Во двор сейчас тоже, куда они заедем, покажу, что творится во дворах. Отъехали чуть дальше от центра. Ну, здесь, по-моему, вообще там трактора видно не было. Здесь просто тупо уже дорогу укатали, раскатали в этот. Утрамбовали снег. Вон, вид, какой-то едет. Ну, давайте вот туда повернем сейчас. Попытаемся туда повернуть, точнее. Посмотрим, видно то, что там ничего не чищено у нас. 4 ВД, да, я думаю, можно, но никакой там передний привод. И речи быть не может, чтобы заезжать куда-то во дворы. Сейчас Приус спустится оттуда. Вон, он спускается, его несет нафиг вообще. Там лед. Голый лед. Не, наверное, мы туда не поедем. Ну, его нафиг. Ну, вот смотрите, что касается придомовых территорий. И близко не было трактора здесь никакого. То есть, если не 4 ВД, и в принципе не заедешь сюда. Вот это вот тоже система антибукса. Не дает она машине разогнаться нормально. Надо нафиг вырубать. Когда вырубаешь ее, колеса, да, они буксуют, но тем не менее, машина едет. Вот, видите, во двор заехали к дому. Еще одна внутриквартальная дорога. Тоже трактора не видела. Чем нравится Subaru, как бы, надо отдать должное, да, то, что автомобиль реально снег, гололед, там, любые условия, он идет как вкопанный. То есть, вот мы в поворот зашли, да, в принципе, машину, ну, реально ее никуда не потащило. Народ куда-то едет, ну, вот куда он выехал на своем переднем приводе. Еще и на гибриде, который, который по снегу не едет вообще никуда. Вот эта дорога, она ведет к садику. Ладно, садик там сегодня отменили, а завтра, как люди туда поедут, тоже укатали здесь. Здесь 4 воды, к сожалению, никуда. И что самое интересное, вот это все укатали, и это будет до весны, то есть, заниматься этим, я думаю, никто не будет. Ну, нам-то 4 ВД, нам без разницы, куда ехать. Я думаю, все прекрасно увидели, да, как справляются наши городские службы. То есть, да, центральные дороги что-то где-то почистили, полили, придомовые территории не чищены совершенно вообще никак. Полный привод, это, конечно, хорошо, но есть такие места, где он не поможет, X-MOD не поможет, поможет только лопата. В общем, засадили так, что уже ничего не помогает. Он просто бампером упирается в сугроб этот, не едет. Проскочить немного осталось. Вот тут надо было газку немного дать, я что-то понадеялся. Вот немного откопали, откопали, сейчас копанем и поедем. Давайте посмотрим, как он поедет, не знаю. Выберемся, не выберемся. Так, ну что, для начала на X-MOD не хочет. Попробуем, ну, мы брюхом сели, однозначно. Назад тоже ни в какую. Так, X-MOD вырубаем, пробуем назад. Не, колеса крутятся, но мы брюхом сели. Попробуем, отключаем системы, системы. Нет, ребят, назад он тоже ни в какую не идет. Ни вперед, ни назад. Ну что, давайте покопаем еще немного. Ни назад. ну что пробуем еще раз не хочет не вперед не назад экс мод толку от этого экс-мода нету, когда на брюхе сидишь покопаем еще копали мы долго лопата нам помогла да, вот мы вот здесь брюхом сидели без лопаты к сожалению никак никакой нафиг полный привод не поможет сел в машину, отключил эти системы газ в пол и погнал что ты будешь делать? опять что ли сели? не, друг ты давай не подводи форестер, субару, полный привод разгончику надо, разгончику о, газ в пол и в путь едем друзья, на сегодня показали вам заснеженный Владивосток показали авторынок то что он один единственный раз да, на нашей памяти он не работал показали как едет субару что если субару посадить на брюхо то на брюхо, то все она никуда не поедет никакой экс-мод, полный привод стабилизации не помогут да, вот по такому снегу по такому снегу она едет и то нафиг без этого как он называется без вот этой вот антипробуксовочной системы то есть просто газ в пол газ в пол ну что-то я перехвалил тебя, дружок ой, перехвалил, а газ в пол ну тут мне не надо было останавливаться вот еще встать не хватало ну тут ограничитель стоит назад у меня на этой машине назад она быстро не разгоняется давайте дубль 2 только просто на полном ходу видите пытается, пытается, едет и выезжает поэтому на сегодня все всем пока 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 пока